В прямом эфире УНТ Наши новости. В студии Наталья Немогай. Добрый день. Главная цель экономической войны против Беларуси – подорвать благосостояние населения. Об этом заявил президент на расширенном заседании Совета Безопасности. Оно проходит в эти минуты во Дворце Независимости. При этом Александр Лукашенко отметил, что видит новые окна возможностей на фоне западных санкций для Минска и Москвы. Оценка текущей экономической ситуации, какие угрозы просматриваются на ближайшую и среднесрочную перспективу, насколько эффективно реализуются союзные договоренности о взаимной поддержке в связи с жестким давлением Запада. Эти вопросы президент адресовал участникам заседания. Есть ли проблемы, требующие еще решения на уровне глав государств? Задача Беларуси и союзного государства – выстоять в условиях жестких геополитических игр. Ведь сейчас речь фактически идет о формировании нового водораздела между Востоком и Западом. Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствует о том, что они готовились давно и тщательно. При этом понятно, что их бы ввели вне зависимости от развития российско-украинских отношений. Эти санкции были бы. Надо понимать. Это мы вот зациклились на не деталях даже, а на части проблемы в мировом масштабе. Это только часть, о чем я говорю. Наш против санкций, против России, против нас, вот этот конфликт в Украине и так далее. Глобально – это противостояние Соединенных Штатов Америки и Китая. Ну а как тут с Китаем разобраться? Если вроде тут и немалый гигант путается под ногами в виде России, да еще и тут Беларусь пристегнулась. Поэтому, грубо говоря, походя мимо, решая глобальную проблему переустройства мира, а появился новый мощный игрок – Китай. Так вот, мимо походя, пытаются разобраться с Россией и с Беларусью. То есть это часть того глобального, которое всем нам в ближайшее время предстоит лицезреть. По словам президента, с уходом западных компаний с рынка союзного государства высвободились огромнейшие ниши, которые нам предстоит освоить. Беларусы и россияне вместе могут занять их на 100%. Союзное государство должно понимать, что нужно устоять в этом шквале, который был неизбежен, даже не беря в расчет события на Украине. Президент также анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным. Все сведения о нарушениях прав человека на Украине должны быть полностью расследованы. Такое заявление сделали в ООН после изучения кадров о расправе украинских неонацистов над российскими солдатами. Подлинность видео ранее подтвердила американская газета New York Times, которая сообщила, что над ранеными российскими военными жестоко издевались вблизи Киева. При этом украинские власти наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию, о чем сегодня вновь заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, это вызывает большие сомнения в искренности заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса. В российском Минобороны сообщили, что Киев готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения, а также систематически срывает обмен военно-пленными. Есть все основания полагать, что с военнослужащими вооруженных сил России, находящимися в плену, не все в порядке. Кроме того, достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны. И все это широко распространяется в сети интернет и средствах массовой информации. Официальный представитель Министерства обороны России также заявил, что в ближайшее время Москва планирует созвать заседание Совбеза ООН по вопросам военно-пленных в случае бездействия профильных международных организаций. Кроме того, в ООН были вынуждены признать, что российские военные принимают все возможные меры для избежания жертв среди мирного населения. Это отличается от того подхода, который демонстрируют вооруженные силы Украины. Ее ближайшие союзники тем временем продолжают всячески накачивать страну оружием. Так, американский Сенат одобрил проект закона о лент-лизе, который призван упростить оказание военной помощи Украине. В числе возможных поставок указано и кибероружие. Президент США и его администрация проводят безумную политику, угрожая России. Такое мнение высказали в авторитетном американском журнале American Conservative. Продвижение НАТО к западным границам России с помощью конфликта на Украине назвали величайшей внешнеполитической ошибкой со времен Второй мировой войны. В издании считают, что власти США не извлекли уроков из истории и потеряли всякую связь с реальностью. А западные СМИ лишь усугубляют ситуацию, скрывая истинные мотивы конфликта на Украине, которому привело расширение НАТО на восток. В американском обществе понимают, что кроме заоблачной инфляции и других проблем от противостояния с Россией, они больше ничего не получат. Наглость. Второе счастье. В Германии украинские беженцы жалуются на условия их содержания, которые напоминают концлагерь. Только вот в чем ирония сокрушается приезжие украинцы на то, что им самим приходится готовить еду, убирать за собой. И вообще квартиры им не дали, денег тоже. А в палатках холодно. Тем временем другие беженцы из Украины громят прилавки магазинов. Очевидцы долго не разговаривают и сразу применяют грубую силу. А это видео из Чехии. Украинские беженцы устроили протест с перекрытием движения на дороге. Европейской терпимости у местных жителей хватило на несколько секунд. Люди стали кричать, сигналить. И в следующий момент желто-синие плакаты разлетелись в клочья, как, собственно, и сами нарушители порядка. Лежа на обочине, они оказались более сговорчивыми. США вместе с союзниками будут добиваться того, чтобы лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа, заявили в Белом доме. А европейские страны планируют отказаться от российского топлива к началу следующего десятилетия. Заменить его хотят с помощью сжиженного природного газа. По мнению аналитиков, отказ от российского газа заставит ЕС бороться за топливо с Азией. Есть опасения, что тогда между ней и Союзом начнется глобальная битва за поставки. И в результате цены на энергоносители еще долгое время будут оставаться высокими. На мировой рынок сжиженный природный газ поставляют Катар, Австралия и США. Для них, конечно, эта ситуация станет приятным бонусом. Уже в этом году Вашингтон хочет экспортировать в Европу около 15 миллиардов кубометров газа. Это примерно 10% российского экспорта. В еврозоне продолжается политическая полемика. По поводу оплаты газа в российских рублях министр экономики ФРГ пригрозил Венгрии изоляцией, если та пойдет на такой шаг. Роберт Хаббек отметил, что действия Будапешта противоречат решению G7. Участники «Большой семерки» договорились ввести оплату за российские энергоносители в долларах и евро. При этом сам министр экономики ФРГ незадолго до этого заявил, что Германия столкнулась с новой бедностью из-за роста цен на нефть и газ и попросил немцев экономить энергию. При этом пока еврочиновники занимаются дележкой сфер влияния, страдают обычные люди. Жителям ФРГ теперь приходится экономить не только на коммунальных благах, на всей жизни в целом. Сейчас по чеку ничего не дают даром. Пока не помру, но уже многое не могу себе позволить. Люди дерутся, полки пусты. Это непорядок. Многие продукты подорожали, а некоторые упаковки просто стали меньше. Это я тоже заметила. Цены выросли примерно на 20%. Дороже стали мясо, колбаса, туалетная бумага и тому подобное. Это ощущается. Я теперь многое выгружаю из корзины. На что раньше можно было потратить 40 евро. Сейчас приходится отдавать за те же продукты 60 евро. Я сама работаю как самозанятая. Могу судить, насколько цены высокие. Вот эти снимки от жителей Германии. Такая бутылка масла до санкций стоила полтора евро. Теперь почти шесть. Кроме повышения цен, пустые полки в магазинах стали реальностью. Для многих западных стран страдают покупатели, в их числе американцы и жители Великобритании. Недовольство людей растет. Простые граждане уже делятся фотографиями в социальных сетях. В Италии под угрозой продовольственной поставки по всей стране, там из-за роста цен на топливо, простаивают около 70 тысяч грузовых автомобилей. За год цены на бензин и дизельное топливо выросли вдвое. По сути, это результат снижения еврозоны импорта нефти из России. Депутатам Европарламента ничего не остается, кроме как бить тревогу. С этими данными они обратились в Еврокомиссию, просят помощи. Тем временем в порту Роттердама заостряли тысячи контейнеров после решения ЕС приостановить морскую торговлю с Россией. Европейский Союз объявил о том, что собирается запретить российским судам заходить в свои порты. И если ситуация не разрешится в ближайшее время, это станет не только ударом по бизнесу, не исключено пострадают экономики стран. 101 вопрос взрослому. Поэтому именно в таком формате сегодня в одной из столичных гимназий прошел образовательный проект «Школа активного гражданина». Открытый диалог провела сенатор Татьяна Рунец. Вопросы на встрече были разные, но главной темой разговора стало бережное отношение к окружающей среде. Говорили о важности раздельного сбора мусора и загрязнений воздуха. Также сенатор рассказала, как над экологическими проблемами работают в парламенте. Это важная тема для наших детей. Это то, что мы должны прививать любовь к природе, любовь к окружающей среде. Хочется отметить, что у нас в стране экологическому воспитанию придается очень большое значение. Вообще, конечно, с молодежью можно говорить на разные темы. Я хочу сказать, что молодежь у нас очень разносторонняя, очень интересная. И вы знаете, иногда даже вот у них учишься каким-то новым словам, новым веяниям. Наша гимназия проводит различные субботники, на которых мы занимаемся различными мероприятиями по улучшению экологии. Например, посадкой деревьев или уборкой территорий. Для всех учащихся данные мероприятия помогают, наверное, ориентироваться в потоке информации и событий, которые происходят в нашем мире. И помимо этого помогают формировать мнение насчет конкретных проблем. Школьникам интересно было услышать, что представляет собой Совет Республики, как работают сенаторы. Такие открытые беседы проходят ежемесячно. Политики, общественные деятели, спортсмены и писатели говорят с учащимися на важные темы. Шаг за шагом прививают активную гражданскую позицию. Объединиться для благоустройства дворов, улиц, поселков и деревень. Утвержден состав рабочей группы по подготовке и проведению республиканского субботника. Ее возглавит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. А также в группу войдут министры и председатели област полкомов, Национального статистического комитета и Белтелерадиокомпании. В следующую субботу, 16 апреля, все желающие смогут озеленить, благоустроить объекты и территории населенных пунктов. В надлежащее состояние приведут мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Напомним, 2022 объявлен годом исторической памяти. Редактор субтитров А.Семкин